Дорогие друзья, добрый день! Добро пожаловать в Российский фонд культуры. Сегодня с вами я, ведущая, Мария Шустрова. Мы продолжаем серию встреч с современными российскими художниками. И сегодня у нас в гостях Ирина Петровна Маковеева, пожалуй, один из лучших современных художников-анималистов. И, Ирина Петровна, сейчас вы подготовили для нас мастер-класс о том, как составить авторскую книгу художника. Возможно, вы художник, и у вас накопилось очень много работ, но вы не знаете, как правильно их объединять, компоновать, располагать в авторской книге. И сейчас мы вам предлагаем узнать, как это можно сделать. Ирина Петровна. Ну что, дорогие друзья, сделать это можно любыми способами. Сейчас в наше время стало очень модно делать скетчбук. Отчасти это авторская книга. Конечно, моя задача воплотить идею нашего заповедника «Земля леопарда». Отразить наибольшее количество моих набросков на этих страницах. Но мы сейчас покажем, как можно формировать один разворот, два разворота. Все зависит и от вашего пожелания, потому что у каждого есть свои материалы. Единственное, что мой совет, если вы делаете скетчбук, все это должно быть объединено одной идеей. Наша идея, значит, отразить заповедник «Земля леопарда». Набросков очень много, как вы видите. Везде в заповеднике, в любой части встречаются и леопарды, и тигры, и птицы, и медведи. Чтобы не было скучно, я предлагаю нашу книжку разделить на четыре части. Это по географическому способу. Идёт центральная усадьба, идёт отдельно северная территория, отдельно полуостров Гамова и Кедровая пать. Но в данном случае неважно, какую страницу, в какой части мы делаем. На самом деле текста мало, в основном работают изображения. Ну, например, что мы можем сделать? Одну страницу сделать про медведей, и тогда мы можем вставлять это в ту часть, где водятся медведи. Одна часть у нас полуостров Гамова. Это отдельная история. Много сделано набросков с деревьями, потому что там рядом с морем идут отвалы, обрывы и сильный ветер. Очень характерный пейзаж и ни на что не похожий. Но там могут быть и птицы, и тигры. И на Гамова есть ещё отдельно ферма оленей. Это на самом деле история давнишняя. Около 100 лет эту ферму поддерживают для разведения оленей. Раньше это было пантовое хозяйство. То есть там специально олени разводили для того, чтобы добывать панты, то есть рога оленей. В данном случае разводят специально для леопарда. И называют сотрудники это, как холодильник для леопарда. То есть все зверушки выращиваются на прокорм? Не обязательно. Кого поймают? Они же тоже не хотят там сдаваться. Но во всяком случае леопард будет привлечён на эту территорию за счёт того, что... Там есть чем поживиться. Да, есть олени. Поэтому даже вот этот полуостров Гамова имеет разную географию. Например, это тоже пространство нарисованное. Как бы степи и сопки. Причём они лысые. Степи и сопки. Ну, например, можно объединить. Так, отрезаем вот эту часть. С небольшим отступлением, правильно? Да, это не важно. Дело в том, что нам самое главное найти соседство картинок и масштаб. Чем хороша современная техника, она позволяет ещё увеличивать изображение. Ну, например, даже можно сделать вот так, как продолжение с одной стороны и с другой стороны. Например, это имеет право на существование. Теперь можем сформировать какой-то тигринный лист. Например, одного большого тигра и рядом с ними маленького. То же самое изображение, может быть, но раз-два масштаба. Так, ассистент режет. Маленького тигра? Всё равно, что нравится. Мне нравится, мама с тигрятками. Вот, тогда можем сделать. И вы говорите, что должна быть одна идея, да, только в таком скетчбуке? Ну, на самом деле, да, любую тему, можно даже не идею, если с идеями плоховато, то тему. Можно, например, отрезать большого тигра, а этого маленького. Вокруг маленькие. Такое тоже может быть. И, конечно, надо не забывать законы композиции. Они очень простые. То есть работа на контрасте большой-маленький, тёмный-светлый. Ну, например, сюда одного тигра. А здесь разные мотивы с маленькими тиграми. Так, вырезаем, какие нравятся ещё. Так, ещё тигры. Вот тут один тигр облизывает свою лапу. Да, да, да. И получается много изображений в разных ракурсах, поэтому больше знаем про тигра. Он может и так, и так, ну, можно выкладывать. Да, да, да. И очень хорошо, что головы смотрят друг на друга. А текст где будет располагаться? Поскольку у нас текст в виде комментариев, то он будет незаметно помещен на этот лист. А большой текст, тоже туда можно, он будет располагаться на страницах, которые делят всю книгу. Например, текст про Гамова, вот то, что мы здесь делали. Можно продолжить. Ну, например, вот так. То есть мы сначала сдаём среду обитания, пишем про неё что-то описательное, а потом уже идут животные, которые там обитают. И так, и так. Можно, например, сформировать лист, что там вводится тигр. Это, например, пейзаж из Гамова. И можно следующую страницу добавить, разрезать пополам. И самое главное, следить очерёдность. Потому что мы делаем альбом путешественника, и таким образом мы задаём, ну, как бы маршрут, путь. И у нас каждый разворот должен отличаться от другого. Ну, например, так вот, если мы сделаем, будет получаться путаться, да, будет. Значит, мы можем сделать следующий разворот, а этот оставить, например, вот так, и добавить. У нас есть птицы. Птицы. Да, кто вводится на Гамову. Вот я сделала вступительный лист и расписала, что у нас. Потому что запомнить невозможно, кто может там водиться. Здесь олени пятнистые, тигр, леопард, морские ежи. Там море рядом. Могут быть ещё бакланы. Это цапли. Цапли тоже могут быть, да. Это тоже цапли, но в полёте. Можно, кстати, вот тоже отрежьте и попробуем его совместить. Очень хорошо добавляют ещё насекомых. Ну, кстати сказать, сюда можно добавить и филина. Летящая цапля. А вот вы, получается, были в октябре в заповеднике. И даже в октябре там есть такие насекомые? Ну, на самом деле, книга шире моего путешествия. Конечно, хочется отразить и снег, и леопард на снегу красиво. То есть это не является причиной. Ну, конечно, хорошо год прожить круглый. Но так вот жизнеустроено, что в основном, получается, в короткое время познаёшь всё. Вы говорили, что даже в октябре там какие-то растения зацвели? Да, 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 да. Даже первоцветы. Ну, можно взять вот сюда. Или побольше. Вот надо найти филина. Или медведя. Или леопард. Вот леопарда, наверное, можно. Вот. Надо добиваться. Конечно, это примитивно. Сейчас мы всё рассредотачиваем. Но в дальнейшем всё равно придётся это менять. Всё зависит от общего перелистывания книги. Потому что где-то получится тёмное, где-то светлое, где-то очень много рисунков, где-то мало. Это самая интересная часть работы. И если мы поместили таким образом картинки, то дальше, четвёртый этап, я могу дорисовывать. Я могу уточнять, ну, как-то делать более подробное рисование. Но самое главное, надо понять, для какого это место. И вы привезли с собой столько рисунков. Получается, что у вас очень много материала для книги. А какого она будет размера? Много ли в ней будет разворотов? Вы знаете, страниц 140, соответственно, разворотов 70. Плюс обложка и форзация. Это то, что соединяет обложку и титул. Это замечательно получается, что скоро те желающие смогут увидеть землю леопарда, подержать её в руках на 140 страницах книги. Дорогие друзья, с вами был Российский фонд культуры. До новых встреч. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, дорогие друзья. Я надеюсь, что наши мастер-классы принесли вам пользу, и вы захотите сделать свою собственную книгу. Для начала, мой совет, сделать её небольшую, страниц 10-12. А потом уже можно бороться за большое издание. Хотелось бы, конечно, поблагодарить фонд «Земля леопарда», который предоставили такую возможность. И благодаря им мы сделали такие наброски в большом количестве. И, конечно, спасибо фонду за внимание к художнику. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok